Новый взгляд Но в начале выпуска Сразу два несчастных случая со смертельным исходом произошли у нас в регионе На делянке в лесу в Юрлинском районе при проведении работ по рубке деревьев погиб рабочий По предварительным данным во время работы на него упало старое сухое дерево Мужчина погиб на месте Еще один несчастный случай произошел на производственном предприятии нашего города Названия предприятия и подробности на данный момент не распространяются Сейчас известно лишь, что мужчина 85-го года рождения производил ремонтные работы По двум фактам гибели работников проводятся проверки Ну а теперь к основным новостям В прошлом выпуске мы рассказывали о заседании Соликамской городской думы В повестку которой был включен вопрос о передаче Соликамской медицины в руки краевых министерств О том, какое решение приняли депутаты И главное, как оно отразится на жизни нашего города Расскажем прямо сейчас Несмотря на то, что вопрос передачи Соликамских медучреждений в крае вызвал у депутатов городской думы буре эмоции В связи с чем его решение было перенесено на конец заседания В итоге почти все народные избранники проголосовали за передачу городских больниц и поликлиник в собственность края Списание медучреждений с баланса города должно произойти в течение трех месяцев Что повлечет за собой краизация медицины, пока говорить рано Нет ответа и на главный вопрос, как отразится грядущая краизация на Соликамцах Елена Пономарева, врач с внушительным стажем на своем медицинском веку Она пережила не одну реформу Вот и грядущую передачу краю Центр медицинской профилактики, в котором она работает, встретила спокойно Я считаю, ничего не изменится То есть, в общем-то, как медицинское обслуживание было, так оно и останется Потому что остается единая городская больница номер один Остается центр медицинской профилактики И от того, что меняется просто руководство Тем более будет у нас орган территориального управления Я не думаю, что что-то изменилось Иначе к этому вопросу отнеслись народные избранники На заседании Соликамской городской думы, на котором решалась судьба местной медицины Обсуждение передачи медучреждений вместе со всей собственностью, земельными участками и оборудованием Вызвал горячие дебаты Разногласия не разрешил именить доклад начальника здравоохранения Соликамска Николая Левко Сегодня мы, наверное, не самоубийцы Мы должны, вы правильно, наверное, задаете вопросы Мы должны были посмотреть то имущество, которое в крае передается И то, которое будет действительно заниматься лечебно-профилактической помощью Жителям нашего города Также, по словам Николая Левко, в собственность края не передается помещение Центра медпрофилактики, стоматологическая поликлиника по Кузнецово-6, детские молочные кухни и водогрязелечебница Также часть оборудования остается за городом Главными аргументами депутатов противников краизации стали вопросы Какая участь ждет больницы, попавшие в статус краевых Где гарантии, что правительство края не объединит их в целях сокращения расходов А их помещение не будет использоваться по другому назначению Да и жалко отдавать краю отремонтированные недавно за счет города, больницы и поликлиники По данному вопросу о передаче учреждения здравоохранения города Соликамска я воздерживаюсь Потому что я не вижу гарантии, нет на сегодняшний день соглашения между краем и администрацией города О том, что данные учреждения не будут оптимизированы И услуга будет оказываться в полном объеме, в той, которая на сегодняшний день она есть Будет соглашение, тогда да, я за Одним из основных аргументов в пользу передачи больниц к краю стало постановление правительства Противоречие которому могло бы сыграть для Соликамска злую шутку Не отдав больницы в край затраты на медицину, легли бы полностью на плечи города А краизация, в свою очередь, может привести к дополнительному вливанию средств краевого бюджета Я считаю, что Николай Александрович тут правильно объяснил Что вот как Соликамский городской округ, то есть город Соликамск Он все-таки растет и развивается Нам еще, я считаю, что в будущем потребуется дополнительная площадь А имущественный комплекс в нынешнем состоянии, он сохранится Вот в моем такое видении После долгих обсуждений депутаты все же решили передать больницы в край, но с условием Администрация города и Минздрав должны заключить соглашение о том, что если край запланирует сокращение медучреждений Помещения бывших больниц передадут на баланс города Единственным депутатом, поднявшим карточку, воздержался был Антон Суботин Есть большие сомнения, как бы мы не остались вообще без нашего здравоохранения, без наших больниц Как бы не получилось так, что жителям Соликамска придется ездить к тому или иному специалисту в соседние Березняки или еще куда-нибудь там в Пермь Передача Соликамских больниц и поликлиник к краю – дело уже решенное А нам с вами остается лишь ждать, чем обернется эта реформа Совет Федерации одобрил повышение предельного возраста военных, находящихся на службе и имеющих звание Изменения коснутся только офицеров, вновь пришедших на службу Военнослужащие, которые заключили контракт до вступления в силу новых изменений, имеют право уволиться по достижению ранее действующего предельного возраста Для офицеров же запаса пребывание в запасе увеличивается сроком на 5 лет, за исключением женщин О том, какие еще новости привлекли внимание нашего редактора, смотрите прямо сейчас Тотальный диктант – всемирная акция по проверке грамотности пройдет 12 апреля В этот день диктант будут писать все желающие во всем мире Текст для тотального диктанта написал пермский писатель Алексей Иванов Рассказ называется «Поезд Чусовская Тагил» Его в день акции поделят на три равноценные части Первую из которых напишут жители Дальнего Востока, Восточной Сибири и зарубежных стран этого часового пояса Вторую часть будут писать на Урале и в Западной Сибири Ну а третью – в европейской части России, Европе и Америке Деньги на головы 75 миллионов краевых рублей будет потрачено в этом году на развитие мясного скотоводства Этими деньгами власти будут поддерживать местных сельхозтоваропроизводителей Господдержка станет хорошим подспорьем в покупке племенного скота и содержании маточного поголовья Программа поможет увеличить общее поголовье мясного скота в Пермском крае с 9 тысяч голов до 37 тысяч Пропуск на Парад Победы Вход на торжественное событие в честь 9 мая, которое пройдет в краевой столице, планируется оборудовать пропускным пунктом Это решили сделать из-за того, что желающих посмотреть на Парад очень много, а мест, как и в прошлом году, может на всех не хватить Кроме того, по словам властей, такая система будет более удобна для полиции и оптимальна с точки зрения безопасности Жизнь в счет долга Житель Лысьвы, который задолжал банку крупную сумму денег, поджег залоговый дом и повесился Мужчина получил кредит в банке под залог имущества Когда долг по кредиту сильно вырос, суд принял решение о выселении должника и его семьи из дома В ходе следствия в доме нашли предсмертную записку, в которой мужчина признался, что сам виноват в пожаре и своей смерти Своими действиями он оставил без дома и без денег жену и троих детей Сейчас реклама и прогноз погоды, после которой вернемся и продолжим выпуск Оставайтесь с нами МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пятницу 28 марта Соликамский термометр днем покажет плюс 1 градус Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба Ветер восточный 2 метра в секунду Пасмурно, ожидается снег Ну а теперь о погоде в других городах В чердни температура воздуха будет 0 градусов Пасмурно, снег В Перми днем ожидается 0 градусов Пасмурно, небольшой снег В Губахе температура днем минус 1 градус Пасмурно В Екатеринбурге температура воздуха днем 0 градусов Что делать, если ваш ребенок помешан на диетах? Как вы можете избавиться от навязчивой идеи похудения И не испортить детский организм? Расскажет наш эксперт-психолог Ирина Сумарока Мама обращается, что дочь 13 лет помешана на похудении Почему деликатный? Потому что 13 лет девочка И возраст, и пол такие уязвимые То есть 13 лет организм любого человека Испытывает колоссальные изменения, нагрузки И внутренне такой ребенок ощущает свою какую-то уязвимость Он чувствует себя гадким утенком Тем более, что это девочка Конечно, было бы интересно посмотреть, она полненькая или худенькая И с чем связана эта навязчивость Но я думаю, что в глубине все-таки основное Это скрыто ощущение собственной неценности И в 13 лет проще рассуждать о своей ценности или неценности По каким-то внешним критериям Ну вот, я там недостаточно худенькая И тогда мне нужно с собой что-то делать Потому что худенькие нравятся мальчикам А заметьте, в 13 лет важен сверстник И именно сверстник противоположного пола Как он на меня смотрит, а замечает ли он меня Так вот, я, мама, к вам обращаюсь Прежде всего надо понять причину Почему девочка хочет быть худенькой Если она и так худенькая И это навязчивость Тогда будем накапливать представление о девочке положительное Что хорошего есть в ее жизни, в ее поступках, в ее действиях Какие достижения, какие отношения правильные Возьмите сначала на себя ответственность, мама Итак, заходит ваша девочка со школы домой Вы ее о чем спрашиваете? А вы скажите, как я рада тебя видеть Ты моя хорошая Тебе трудно было сегодня Обратите внимание, в 13 лет она уже чувствует себя взрослой При этом она еще совсем ребенок Если девочка полновата Тогда это действительно такое требование Ее внутреннее к своей внешности Она хочет соответствовать Она берет себя в жесткие рамки Мама, будьте внимательны и уважительны к потребности Садитесь, доверительный разговор организуйте Обсуждайте, чем можно ребенку в этой ситуации помочь У нас в городе есть диетолог Можно обратиться к нему Простроить программу определенную Выбрать нужные продукты Помогите, мама Организуйте такой рацион, чтобы у девочки лишние калории были убраны Какой-то подходящий продукт был найден Уважайте свою девочку Но если все-таки остается навязчивость И вам кажется, что это излишне Обращайтесь к специалисту Календарь полон событий О том, каким событием отмечено 27 марта Смотрите прямо сейчас Вся жизнь театр, а люди в ней актеры Писал Уильям Шекспир Сегодня отмечается Всемирный день театра Конечно, ни для кого не секрет Что у нас в городе особо не походишь на театральные представления Но иногда выпадает шанс И даже не остается билетов на театрализованные представления Как, например, мастер Маргарита собрал полный зал Мы вышли на улицы города, чтобы узнать А как вообще соликамцы относятся к театру К театру? А у нас такого нет, так мы и не знаем Мы и не знаем У нас ведь такого нет в городе Березники раньше ездили, а сейчас проезд дорогой Так тоже как-то не по карману пенсионер-рубалушки А так бы ходили ради развлечения Хорошо относимся, но у нас его как бы особо-то нету Ну да, профессия моя позволяет это То есть, у меня училась на режиссера театрализованных представлений Поэтому для меня это близко И очень хотелось бы, чтобы театры все-таки в нашем городе тоже были Искусство привлекает не только взрослых людей Но и молодежь заинтересована в том, чтобы узнавать классику и развиваться Будем надеяться, что в нашем городе все чаще будут появляться знаменитые театральные постановки Это все новости на сегодня В студии была Евгения Константинова Увидимся с вами завтра в 18.30 на телеканале «Звезда» Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова